доброе утро всем я сегодня с палочкой представляете в машине нашла вот крутая у нас сегодня такой ветроган был с утра вообще невыносимы прям я все за не с утра ночью я все закрыла потому что все как начало летать вообще не люблю спать закрытыми окнами закрытыми дверями пришлось закрыть жалюзи там хоть какие-то дырочки есть в общем намело земли от цветов давай пылесосить с утра в общем трындец капец сейчас зато тоже такой дует наверно шторм там вообще вовсю штормовал вот так что жалко тех людей которые приехали на пляж и не смогут им воспользоваться и вода наверное станет ледяная что тоже один минус пойду уберу меры его деятельности мужчина какой-то идет наблюдал за безобразием в общем вот так гуляем у нас это наверное уже последние недели когда мог приезжают всякие отдыхающие про туристов мы не говорим потому что их в этом году нет есть отдыхающие с территории испанской а вот и они наверное уже свалит насчет школ конечно у нас тут там летает на что школ в испании говорят что будут школы что даже если где родители не будут пускать своих детей в школу будут штрафовать но вот как будет это все происходить пока никто не знает школа в испании начинается где-то числа с 15 поэтому еще есть время на обдумывание на то что вообще как ситуация будет потому что у нас каждым днем все хуже хуже но я вот смотрю не только у нас везде везде ситуация ухудшается поэтому я не знаю почему многие страны и все накинулись на испанию что здесь типа страх и ужас когда везде число заболеваемых увеличивается вот ну наверное просто поговорить неаком пусть говорят об испании но в школы вроде бы откроют люди пойдут хотя наши родственники конечно говорят не знают как это будет не хотят своих детей отдавать в школу потому что ну да потому что потому что потому ладно хватит болтать сейчас прогуляемся потом пойду представляете муж заказал мне картофельный омлет тортию депутата а у меня ни одной картошки нету ни одной даже не намека на нее вот как-то надо заехать фруктовой и купить эту картошку но там где открыты фруктовые магазины нет удобных парковочных мест вот надо как-то думать как все это а пешкарусом идти тоже не охота знаете я сейчас похожу чем как-то так чарли там с друзьями ну вернее снова ну снова обретенными вы знаете иду такая и не то что возмущаюсь а удивляюсь потому насчет вот масок опять вам буду спрос поговорю скажем так даже не насчет масок а насчет гигиены потому что многие говорят типа вот маски не не действительны потому что люди их не меняют не носят месяцами как как так месяцами а трусы они тоже не меняют тоже месяцами в одних и тех же ходят а зубы эти люди не чистят маска это наверное такое же средство гигиены как и все остальное поэтому мне как-то удивительно что не меняют маски как так одежду месяцами в одной и той же одежде ходят в общем удивительно собака все убежала просто некоторые собаки не не слушаются своих хозяев и идут с нами так что вот как-то удивительно да то есть трусы и люди эти меняют зубы чистят а маски не меняют странно в грязных ходят вонючих смотрите сколько машин с этой стороны с той стороны даже на той неделе не было столько машин я иду хочу к морю пройти посмотреть мне нравится эта тропинка кстати в сегодня классно гулять просто кайфово потому что обдувает прохладный ветер прошла на той неделе чарли не захотел на этот ну на эту тропинку идти а сейчас гуляет с удовольствием ну что вообще классная погода конечно отдыхающим на пляже и не очень погода ветер но мне просто кайф гулять когда тебе прохладно на улице шикардос велосипедисты я говорит вами горжусь наверное далека откуда-то едут так тоже на свинарник есть свиньи они везде хоть и в африке хоть где хрю хрю хотя вот рядом мусорка стоит а еще знаете может быть от ветра еще все это вынесло внесло и поднесло так классно красиво правда природа и прохладно слышите море волнуется раз море волнуется 2 море волнуется 3 сегодня без пляжа останетесь вы а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И дома посидим Вот Мы-то договорились, знаете, что он мне кебаб купит А потом я думаю, что-то мне неохота кебаб У меня есть помидорчики, огурчики Холодецик у меня еще есть Какой кебаб? Правильно? Абсолютно никакой Когда здесь натурпродукт кругом Вот В общем, сейчас буду чистить картошку И жарить И жарить ее У меня, кстати, рецепт тортии Картофельный, молодая Грязная Вот Картофельный Тортии есть на канале Там Там Ты где-то там За горизонтом Ты где-то там Золотых оков Ты где-то там Кто-то мне там в инстаграме что-то пишет Пойду посмотрю Вы еще не подписаны на мой инстаграм? Обязательно подписывайтесь Ссылочка внизу Я там море сняла, шум волны Такой прям И будете в курсе событий всегда первыми Или, может быть, вы еще даже и не подписались на меня Бегом подписываться А я жарить картошку Арбуз ужасный Бякар На выброс пойдет Какой-то то ли переспелый То ли что Не пойму Как будто мягкий Даже прокисший, по-моему Короче, в Меркадоне Самый лучший арбуз Это Как долобак Как здесь говорят То есть Коровье Говно Кстати, арбуз Они говорят Если не хороший Вы переносите его Мы вам за вене Но из-за рубля Сколько он там стоит Евро Ну, полтора Я понесу его обратно В мусорку выбросил И все И пошел в Меркадону за арбузом Там вкусный Картошечка уже пожарилась С луком решила сделать Так вкуснее И с Танейными яйцами Вернее, курочки Домашние Желтки желтые Желтые Подсадила меня, Танька На свои яйца Вот теперь пускай ее Курочки работают на меня Пускай они Несут яички Вот Я еще заказала На этой неделе Она мне Обещала Вот Ой В люфчик упала Картошка Вкусная Молодая Правда, не соленая? Смотрите Смотрите Какая она Желтая Что значит Яйца Сочные Потому что Там Лук А лук Дает Сочность Это просто Кулинарный Какой-то Жедевр О-ля-ля Видите Какая Вкуснота Всем приятного аппетита У меня Заканчивается Хлеб Для тостов И вот Я завтра Хочу сделать Хлеб Ну я Как всегда Из него Делаю Потом Тесто Делаю В полтора Разном Объеме И пирожки Пирожки Я не хочу Пирожки Я хочу Сделать Беляши Вот Мясо Помните Я на той неделе Попала мясо Я его заморозила Вот Хочу сделать Фарш У меня есть Мясорубка У меня как в Париже Или где там У меня все есть У меня есть даже машинка Которая делает Сорбет Представляете В общем все есть И вот Достала мясо Говядина И свинина Сейчас я его Перемелю С лучком И завтра У меня будет Вот такие вот Беляшики Как вам идея Мне кажется Замечательная идея Потому что Покупной фарш Все равно там Непонятно Что за мясо Вот Хотя в Дане Делают Тебе выбираешь Сама Кусок мяса И тебе там У них мясорубка Есть большая Перемалывают Все это Дело Ну что-то Я не подумала О фарше В прошлый раз Когда была Сама сделаю Так что Вот так вот Моя мясорубочка Сейчас я ее Вставлю Она как раз Замаринуется Замаринуется Мясо Кстати Я однажды Сказала Что типа На котлеты Мясо мариную Все так Многие удивились Но люля-кебаб Ведь так и делается Из маринованного Фарша Или я что-то Ошибаюсь Нет Вот поэтому Не знаю Почему-то Многие удивились Типа Мариновать Фарш На котлеты Да Вот такие Получаются А ну же Когда с лучком Постоять Со специями Целую ночь Это же Какая же Вкуснятина Получится Ну как шашлык Его же маринуют А тут я Мясо мариную Фарш Ну вот и все Главное В мясорубке Это правильно Ее собрать Вот эти ножи Правильно положить Иначе Я один раз Так собрала Что она у меня Нифига не молола Я вся измучилась И сейчас Вот я каждый раз Как мою Прямо Ее почти что Собираю Чтобы не забыть Как ножи Чтобы лежали В общем Тут у меня Разные специи Две головки Лука Забахала Вот И теперь На завтра Вот будет У меня Такой Фаршик Беляшики Будут Ням-ня Кафе тайм Кстати Если будете Спрашивать Откуда у меня Мясорубка Купила в Лидоле Полтинник По-моему Стоило Я уже купила Ее давно Года два Что у меня на голове У меня какие красивые Вообще Скажите Напишите в комментариях Вроде ничего Как вам мои кодри Вот Года два назад Купила мясорубку Как бы знаете Для домашнего использования Нормально Вы сами видели Нормально Режет Справляется Своими обязанностями Мясо у меня было Полузамороженное Поэтому все замечательно И говядину Прорубила Хорошо И свинину Не могу не сказать Ничего плохого Вы знаете Хорошо все Пилит Мелит Там можно Всякие печенье Делать В общем Всякие насадки Есть В общем Справляется Со своими обязанностями Рекомендую Мне не нравится Когда в блендере Или в роботе Хотя в роботе Я еще не пробовала Вот А в блендере Он получается Как каша такая Знаете Пюре Я люблю Чтобы фарш Был фаршем Вот Мясо как бы Как рубленое Что ли А вот в блендере Он все равно Как тюря 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 Я такое не люблю Вот Поэтому Мясорубка У меня там еще Всякие машинки Есть Чего В общем У меня только нет Честное слово Так как я готовить Люблю То и всякие гаджеты Мне тоже Очень нравятся Хоть и пользуюсь Ими редко Но вот этим Только пользуюсь Часто очень Каждый раз Почти как готовлю Поэтому Что у меня там Еще есть А у меня есть И это Соковыжималка Есть Которой я тоже Практически не пользуюсь Ну нет Нет Да достану Зато есть Зато лежит Пускай лежит Хлеб не просит Решила закинуть Вот эти пледы Постирать Кстати Я уже вышла Из душа Удалила все Волочные покрытия Из себя В общем Мы сегодня С подругой Разговаривали Она там Таня Которая у нас Рукоделием За ним Рукоделием Нет Вкусняшки готовит Она сейчас Решила Тортики Морковный А пол рецепта Самый раз Пока ее дождешься И сама Тяп-ляп И все готово Такой как бы Пирог такой будет Небольшой Вот Сейчас посмотрим Чтобы одинаковое было Что-то поговорили А я о медовике Уже страдала Как говорится Много-много времени Знаете Хочется Хочется Доколиться А тут она у меня Раз И прям вот так Загорелась Загорелась Думаю Блин Че Я маюсь Его делать Как нечего делать И все Тяп-ляп И готово Друзья Так что Завтра у меня будет Медовик Так Что-то я маленький Какой-то коржик Сделала Вот так Такие коржики У меня получились Еще один в духовке Крошка Такой маленький Тортик получится Пироженка Ну а завтра Ой Сейчас покручу машинку Потом надо еще Повесить их И как раз до завтрашнего утра Мои пледы С дивана Высохнут Побежал Играться Играться Побежал Моя рыба Вот Уже время позднее Буду с вами прощаться До завтра Так что Кто не подписан Подписывайтесь Чтобы увидеть Мой вкусный торт Кстати Рецепт я беру У Самвела Он самый вкусный торт От Вот Медовик И легкий Да Когда-то у него были Рецепты Зашибительские Сейчас конечно Все не то Но Будем пользоваться Старыми рецептами Ладно друзья Всего самого лучшего Всем Пока-пока До завтра Субтитры сделал DimaTorzok